Дискорд выпустил клипы и зачем мессенджеру конкурировать с твичом? Привет, вы на канале Kerbal, здесь всё о мире дискорда. Как вы наверное знаете, в дискорд можно проводить демонстрации экрана в трибунах. Причём с недавнего времени трибуны с видеорядом называются стримами. Ещё около года назад в трибунах сначала добавили поддержку камер, а позже и демонстрации экрана. Сегодня уже тяжело представить, но когда-то приходилось добавлять голосовые каналы тысячи человек, край того, чтобы постримить игру любимым фанатам. Только на текущий день видео трибуны это не трофича. Без бустов в одной такой трибуне может сидеть лишь 50 человек. Стримы или оригинальное название бродкаста продолжают обновлять. По журналам видно, что команда дискорд высылает буквально по изменению в день, причём в данный момент в обновлении по большей части содержится исправление багов и допиливание уже готовой функции. Ещё во время запуска видеотребун тематические СМИ писали, что дискорд вступает в некую конкуренцию с твичом. Если ранее многим слабо верилось в это, то теперь после выхода клипов сомнения стали пропадать. Итак, что же такое клипы в дискорд? Вот, например, вы показываете свою игру вашим друзьям через GoLive, и в процессе вашей игры происходит интересный момент. Вы, скорее всего, не ведёте запись, потому что просто решили постримить вашим друзьям. Но в данном случае можно будет нажать на A и тогда дискорд запишет последние минуты вашей демонстрации экрана и сохранит на компьютере. Позже можно будет отправить этот клип в любой текстовый чат и даже сделать какой-никакой на монтаж, прямо в приложении дискорда. Но пока что я бы не надеялся только на клипы. Дело в том, что они работают лишь на определённых видеокартах. Данное ограничение можно обойти, если включить клипу напрямую через настройки сотрудника во вкладке эксперименты. Но я не советую отключать ограничения, если вы не уверены на 100%, что ваша видеокарта не выйдет из строя из-за перегрева. А вы задавались вопросом, где купить нитро? Ответ прост. Кукишоп, друзья! Один из крутейших нитрошопов в России. У ребят к тому же прошёл недавно редизайн, и в честь переоткрытия сервера прямо сейчас проходят щедрые розыгрыши на нитро или деньги. Если заинтересовал, то ссылка в описании. А мы продолжим обсуждать клипы. В этом и весь функционал новых клипов в Дискорде. И я думаю, что многие зрители этого ролика прекрасно понимают, что эта функция полностью была скопирована с Твича. Или на худой конец того же Ютуба. И учитывая, что Дискорд продолжает идти в направлении трансляции игр, и просто из того факта, что Дискорд в первую очередь известна как игровая платформа, то можно говорить о конкуренции Дискорда и Твича в плане функциональности. Давайте посмотрим, что есть у обеих платформ. Чаты, сапки, непосредственно сам плеер, возможность смотреть трансляции любой точки мира, и теперь ещё клипы. К этому можно добавить и аккаунты пользователей, ведь при грамотном оформлении своего профиля и подключении интеграций, можно добиться схожего результата только без картинок. Поэтому в плане именно функционала, Дискорд способен составить конкуренцию Твичу, учитывая, что уже многие стримеры имеют свои сервера на площадке, в котором присутствует самая активная аудитория. По сути, Дискорду осталось сделать лишь систему рекомендаций и подписки на все страны мира. Напомню, что до сих пор функции монетизации серверов доступны лишь в США. Будет интересно понаблюдать, как Дискорд будет развиваться и с кем он всё же будет конкурировать, ведь сейчас платформа стоит на некой развилке, где есть путь в конкуренцию с Твичом, есть соц Стимом и есть соц Зум подобными. На этом всё. Подписывайся на мой новостной канал в Телеграме, на мой Дискорд сервер и на этот канал. Также оцени этот ролик и напиши своё мнение о клипах в комментариях и в профиле. Продолжение следует...